Радио 54 Заходишь в метрополитен в тех же Афинах, или там в аэропорт, или вообще в любой подземный переход где-то, и там везде музеи сделаны, то есть там просто стоят стеклянные витрины, и там везде выставлено то, что они нашли во время того, как делали вот этот метрополитен или вот этот переход подземный. А, да вы что, серьезно? Да, это... И с точки зрения того, что посмотреть, там в каждом городе, но особенно вот на Пелопоннесе, то есть там огромное количество того, что там Спарта легендарное, да, то есть там можно каждый день ездить, только вот просто смотреть, что там всякие вот эти вот древности. Ну, там, конечно, очень мало что осталось именно от той эпохи Древней Греции, но вот от Византийской эпохи очень много и очень красивые всякие города, там замки, такое вот все осталось. У них очень вкусное, я не знаю, это на вкус и цвет, есть у них такое блюдо, мельджан-салат из баклажанов, мы его тоже дома делаем, это баклажаны, перетертые, добавлен туда йогурт местный, чеснок и оливковое масло. Это идет в форме намазки, обычно это как соусы у них уйдут, и вот это, все вот эти соусы, они у них очень вкусные. Есть у них такой соус задзыки, это тоже йогурт, с чесноком, с огурцом, тертым на терке, и с укропом. Тоже, это все можно, в принципе, дома готовить, это очень вкусно, полезно, особенно, если это йогурт такой, естественный, и это тоже идет как намазки, но это может быть, как отдельное, самостоятельное блюдо. Просто на хлеб, раз и все. Да, да, и вот вам завтрак, и полезный, и вкусный, особенно если хлеб какой-то цельнозерновой, то это прям очень хорошо. На рынках дорадо и сибас, это вся фермерская рыба, и если она стоит 7-8 евро за килограмм, а вот если она стоит 15 евро за килограмм, то это рыба, которая выловлена в море, это та, которую нужно покупать. Вот еще, что касается дорадо, да. То есть можно подешевле взять? Если подешевле, то она фермерская, и вроде бы как она там скормлена, она же там непонятно чем, и так далее. То есть местные говорят, что покупаете лучше. Подороже. Подороже, да, да, да. Сэкономите, я думаю, что прежде всего, ну если позволяет там возможность, да, то лучше снять квартиру на РНГ, при том, чтобы снять ее дешевле, нужно, как правило, снимать варианты, которые только первый раз выставляются, еще без отзывов. У нас несколько таких было случаев, когда мы снимали за копейки буквально, в том числе вот на Халкидиках, снимали апартаменты, там в трех метрах от красивейшего пляжа, практически такого тоже индивидуального. Мы снимали, платили что-то порядка 35 евро, а сейчас он стоит 100. То есть если вы снимаете квартиру, где еще нету, она не проверена, нет отзывов, то хозяин вынужден, да, сдавать ее дешевле, пока вот это не наработает базу, положительных отзывов. Твой дом, твоя область. Новосибирск. 106,2 FM. Новосибирск. Екатеринберг maicro ... Продолжение следует...